Здравствуйте! Вы смотрите Акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы, первым секретарем Омского обкома КПРФ Александр Алексеевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня нашу программу я хочу посвятить партийному изданию Омского обкома КПРФ газете «Красный путь», юбилей которого 25 лет, мы отмечали совсем недавно. Как и кому пришла идея организовать «Красную газету»? Вообще, у ситуации, которая связана с рождением газеты «Красный путь», она имеет предысторию, достаточно интересную, рассказывать о ней это займет достаточно много времени. Но если отвечать сжато, коротко, тезисно, вообще идея «Красной газеты» — это ленинская идея. Первая — это ленинная идея. Про себя скажу, ну, не того что хвалиться, долго искал вариант названия. Я тогда с конца где-то 93-го года, даже точнее скажу с сентября, тема надо было делать ее. Сидел после занятий, я тогда работал, заведовал кафедрой в нашем педоуниверситете, теперь это называется, вот, и вечерами писал. Листы исписывал разными вариантами, названиями, которые должны были отражать, с одной стороны, линию газеты, с другой стороны, определенную местную тематику. Чтобы эта газета была, ну, надумать можно любые, громкие названия и так далее. Вот, ну, вот, вышли на такое, товарищи поддержали. Было совершенно понятно у нас, когда запретили партию, развалили страну, запретили партию, что без органа печати, которая была бы связующим звеном между коммунистами, была-то оставалась только одна правда, и та была не совсем, так сказать, под руководством партии, а партия еще в 93-м году только становилась на ноги после запрета. Мы вышли, нас выпустил Конституционный суд, по сути дела, из-под поля, вот, и правду возили из Москвы поездами, у нас была своего рода система, тогда, ну, сегодня открою этот секрет, огромную роль в этом играла Александра Антоновна Жук, замечательный человек, она работала с проводниками, этот вопрос мы решали. Ну, это небольшие тиражи, это сложности, люди, в общем-то, рисковали тогда за связь, так сказать, и с правдой, и с коммунистами, и прочее, тем не менее, мы решали проблему. Газета нужна была, мы обсуждали, искали варианты. Конечно, был вариант, и мы его тоже проходили, потом наши товарищи в регионах, это тоже пытались реализовать, после разгрома страны, развала страны, многие из тех, кто поддерживал Ельцина вначале, его пропагандировал, в том числе и работники редакции, руководители и так далее, ну, поняли, что они, во-первых, что-то теряли и так далее, и стали занимать другую позицию. Мы этим некоторое время пользовались, вот, но было понятно, я всегда исходил, жизнь научила и подтвердила правоту, в общем-то, Омского обкома в этой позиции, как народная простая пословица, чужая одежа не одежа, чужой муж ненадежа, надо иметь свое, свое. Ну, легко сказать, с идеей все понятно, но я думаю, что вот люди, которые непосредственно в этом не участвовали, не представляют, насколько это непросто, насколько сложно это делать, потому что вопросов здесь тьма-тьмущая, а в условиях Омской области все проблемы усугублялись. Но о том, что газета нужна, что нужна газета организации, что организация без газеты работать, развиваться, воздействовать на людей не может, это нам было очевидно. Поэтому вот уже всем известны, людям маломальски, конечно, грамотными, тем более советским образованием, известный тезис Владимира Ильича Ленина о том, что газета и коллективный организатор, и агитатор, и пропагандист абсолютно железно доказана не только историей большевистской партии, но и современной историей. И мы взялись за эту работу. Скажу, что ситуация была очень непростая, и особенно на первых шагах, пока мы потом росли, это всегда были постоянно проблемы. Это был сплав для того, чтобы пришли задачи и науки нашей. Мы знаем, теоретически все понятно, и искусство, а вот как сделать? Что делать? Мы знаем, как это сделать. Вот я и сегодня говорю, что тема любит, что делать, кто виноват, но кто виноват, это тоже примерно знаем, хотя люди не признают это. А вот как? Как сделать? Как вернуть людей, тех, кто виноват, кто должен признать ошибки и исправить их? Это другой вопрос. Поэтому, когда собрались, при всех сомнениях, решили пойти этим путем. Но это вынуждало потребности развития организации. Без своего печатного органа, без газеты, которая была бы нужна не только коммунистам, но и могла работать на политическое просвещение широких слоев населения, сделать было нельзя. Тем более, вы должны понимать, что после 91-го года, после этого контролизационного переворота в стране, красной печати фактически не осталось. А уж в регионах точно. И что? Газета в руках организации — это тоже своего рода оружие. Это доспех воина, тот самый доспех воина, который нужно создать, надо было выковать его. Мы пошли по этому пути. Ну и, как видите, 25 лет работы дали определенные результаты, позволили подняться на определенный уровень. Александр Алексеевич, а с какими главными, по вашему мнению, трудностями на протяжении всей работы сталкивается красный путь? Вы знаете, вот здесь главная проблема в газете — просто отследить цепочку. Что такое газета? Газета — это, прежде всего, конечно, идеология. То есть направление газеты — раз. Это найти форму газеты, форму подачи материала, содержания материала. Это два. Ну, все это решаемо. Собрались люди, ну, способные, журналисты и так далее. Но возникает вопрос, где взять кадры. С этими трудностями ведь, когда разгромили страну, запретили партию, да, людям стали объявили, что все, с коммунистической идеологией покончено, что смотрели, там, сказать, на людей, которые не сдавались как на неадекватных, так скажем. Вот, это надо было преодолеть. Есть и другая сторона, а ведь газета, она требует материальных затрат, серьезных материальных затрат. Где брать ресурсы? Как найти эти ресурсы? Почему ресурсы нужны? Ну, давайте загибать пальцы. Для того, чтобы печатать газету, необходима бумага, да, необходима краска. Это бесплатно не дается. За это надо платить деньги. Для того, чтобы это была газета, а не стен газеты, которую можно выпускать на общественных началах, да, иногда, необходима профессиональная работа людей, которые входят в редакцию, журналисты. А кроме журналистов необходимо техническое обслуживание. Тем более, мы живем в конце 20-го века, в 21-м веке. Нужны ответственный секретарь, кто газету всю эту формирует. Нужны те, кто верстает газету. Нужны те, кто вычитывает газету, чтобы она была грамотная. Ошибок в ней было по минимуму, а желательно, конечно, совсем ни одной не было. Необходим фотокорр. Необходимо придумать дизайн. Тот же логотип, то есть название газеты, он, кстати, у нас в Красного Пути, наверное, раза три менялся, мы искали в процессе этого. Второе, мы понимаем, начинаем с малого, так это сделали. Второй момент, это было очень непросто, надо было подобрать людей, вот, и не на время, не один раз, на общественное. То есть нужно было создавать профессиональную структуру и заниматься, это экономический вопрос. Следующее, где печатать? Вот когда начинался Красный Путь, первый номер, Чернушка, ну, по сути дела, в формате заводской многотиражки, это не случайно, потому что делается она на заводской типографии, один из умирающих заводов, где мы смогли договориться, выпускать эту газету, ее там набирали у нас, пара людей сидела с линейкой, собирали, формировали газету. Раз, потом это все заглохло. Где печатать? Выяснилось, что партийные печати, вот дом печати главный, кажется, дом на партийные деньги, там, руководители все были, они наотрез отказались брать газету, нас печатать. Почему? Потому что власть, губернатор Полежаев тогда все это дело прикрывал. Пошли в коммерческие структуры печатать. Пошло какое-то время, там, техника достаточно современная была, красочная, на них стали наезжать правоохранители. Извините за выражение, вот, изымать компьютеры, то есть им не давали работать, хотя мы были честными партнерами. Печатать, значит, надо создавать свою полиграфическую базу. Я про того чужого мужа, который ненадежен. В итоге, это тоже был длительный процесс, это целая история, каким образом, шаг за шагом, с учетом возможностей, повторяю, на уровне науки, искусства, человеческих отношений, вот, тех людей, кто не предал, особенно из руководителей, здесь не могу не вспомнить, Евгений Митча-Пахитайло, который очень активно участвовал, помогал в решении целого ряда вопросов, создали полиграфическую базу, вошли печатать, вроде бы все наладилось. Потом, когда власть опять местная увидела, что газета работает, ну, мне напрямую, замгубернатора, тогда Галушка Андрей Иванович, коллега мой по Думе, в беседе вызвала, а мы, мол, закроем типографию, берем, я говорю, закройте, мы создадим свое, и мы создали свое. Предупреждение прошло, мы смогли найти средства, закупить оборудование. А как собирались первые деньги? Это же тоже было искусство. Я вот здесь могу вспомнить коммуниста Насонова, который настойчивый фронтовик, вечная память. Он ходил в администрацию, где сидели бывшие члены КПСС, теперь уже, да, ну, у нас любят называть коммунистами. Он их заставлял, мы выпустили такой в формате партийного билета листок благодарностью за моей подписью. Он ходил и собирал их деньги на создание Красного Пути. И я сейчас уверен, что у многих, еще и действующих, а уж те, кто ушел на пенсию, это хранится бумажка, что они поучаствовали в создании Красного Пути. Мы собирали деньги, на народные деньги мы создавали ее, создали свой полиграфический комплекс. Это тоже, у него тоже история, и налеты полицейские, так сказать, там чего только не было. Ну, понимала власть, что газета – действенное средство нашей политической работы. Какие только, так сказать, препоны не чинились, там, и от налоговиков, и людей, которые с нами были связаны. Прошли мы это, но возникает это, я так рассказываю, это надо было решать системно одновременно. Как доставлять газету «Почта» и дорого, и отказывается работать с нашей газетой, система «Почта». А район-то, область-то у нас большая. По-первых, мы договаривались, когда еще были возможности, через автовокзал мы отправляли, у нас была экспедиция. И сейчас мы туда приезжали, раздавали автобусы, с водителями договаривались, и они довозили до районных центров. Там встречал наш секретарь райкома, в райкоме ее разлагали, и уже потом распространяли в районе. Подписывались. Да, надо было создавать, потому что газета – это затраты, надо было подписка. Мы не могли ее просто печатать, листовку можно там на выборах позволить себе. А в целом надо было организовать подписку. Это непростое дело. Что делать в городе? Тогда еще были, когда начинали газеты, 25 лет назад, были то, что называлось «Роспечатью», киоски. Через них по закону договорились, мы действовали в рамках закона, понимая, что делается. Тоже борьба в киоски мы доставили, расписали. Киоскеры получили, видимо, команду, я, может быть, части по собственной инициативе. Тогда, помните, были развалы, желтые прессы, там что-то кто-то не писал. Засовывали нашу скромную тогда газету, куда подали, а то и под прилавок. Что делать? Выставляем посты, проверяют наши райкомы в городе эти киоски. И требуем, подходим, где газета. А почему она там, так сказать, спрятана? Добились, пошли. Но надо было еще преодолеть, когда столкнулись с первыми вариантами. Ну, газета была внешняя, я имею в виду, по оформлению неказистая, черно-белая, маленькая по площадям. Товарищи начали сопротивляться нашим. Ну, вроде не получается, ну, кому она интересна не будет, мы настойчиво ввели эту линию. Проходило время, газета увеличилась в объемах, четырех полосках, то есть два листа, потом четыре листа в восьми полосках, и далее, и далее, и далее. Цвет появился у газеты, мы шли, в общем-то, в ногу времени, можно было упереться и оставить газету, как говорил один мой знакомый, известный в оппозиции человек, оставить в серой шинели. То есть, я говорю, ну, живем в условиях, когда бедность не очень ценится, и неказырно. Мы газету держали на уровне современной полиграфии. Но нам закрыли путь доставки газеты в районы. И мы создаем, итак, мы создаем альтернативу опять своего мужа. Сегодня мы создаем свой автоцех, автомобильный цех, который доставляет. У нас маршруты разработаны, они работают уже десятилетиями, доставляют в районы. Когда запретили водителям автобусов, внутри этих областных, развозить нашу газету. Мы это преодолели. Потом возникла цена. Вы должны понять, кто вспомнит, газету, чтобы доставить, это необходимое горючее, бензин, газ и так далее. А сколько раз он дорожал? И сколько машин? Для того, чтобы возить газеты, необходимо, чтобы за рулем сидели профессиональные люди. Это не один-два раза там, или какой-то период короткий, компании можно обойтись средствами. Ну, я подхвачу, я здесь выкручусь. А когда работающий еженедельно выходит машиномеханизм, надо было это организовать. Мы смогли это организовать. А что такое машины? Она ведь стоит денег. И даже простая машина, мы никогда какие-то не замахивались, она стоит серьезных денег для партии, у которой не было. И не одна. И профессионалы там сидеть должны. А человек работает, он должен иметь какое-то вознаграждение. Это тоже надо найти, отыскать, решить проблему. Это так кажется, ну, вон, газеты выпустили, решили и прочее. Это мы все сами, повторяю, все находились здесь, изыскивали все возможности и решали задачи. Потом приходит пора, и наша печатная техника износилась. В силу ряда причин, это тоже особая история. Вот нужна новая машина. Мы решили, у нас сейчас лучшая газетная машина в регионе находится. Мы поставили. Но чтобы поставить машину, необходимо выстроить под нее помещение. Да, у нас не специальное, не полиграфическое. И мы на территории своей, обкомовской, провели стройку, которая стоит миллионы. И немалые миллионы для того, чтобы создать условия. Потому что это особая влажность, температура для того, чтобы шел производственный процесс нормально. Да, высота. Все это было. И мы это сделали. Это надо строители, с ними договариваться. И мы это решали. Потом, так сказать, газета шла под прессингом в течение двух десятилетий, как минимум, постоянно. Как только выборные компании газету пытаются перехватить. И здесь у ворот обкома, типография у нас находится на нашей территории, дежурили машины ДПС, ППС. Перехваты на, тогда ставили блокпосты на выезде из города, там перехватывали и пытались незаконно совершенно конфисковывать. Легальные газеты, я подчеркиваю, это была не чернушка. Детектив, Александр Сеевич. Нет, это детектив, это история борьбы. Я не случайно сказал, здесь и наука, и искусство, и можно приводить массу казусов и интересных примеров. Но это все время шла борьба. Газета – плод борьбы. И ситуацию мы правильно рассчитали. Партия, наша организация областная, создала газету. Газета работает на областную организацию. Но цель-то главная – это наши люди. Мы смогли создать то, чего ни у кого нет. Но систему подписки альтернативная. Смотрите, альтернативная газета, оппозиционная, альтернативная, понятно, красная. Своя типография, свой транспорт, свои журналисты, выписан кадр. Своя система доставки. Своя система подписки. Своя система распространения. Покажите мне хоть одно издание, за спиной которого стоят мультимиллионеры наши омские. Стоят люди, которые в свое время использовали связи своих журналистов, стоят с опытом. Областной бюджет за некоторые. Областной бюджет, да, дотации и прочее. Я знаю, мы все это сами. Нас давили, мы боролись, мы выстраивали. Мы в итоге побеждали, добивали своего. И не просто сохраняли газету, а наращивали объемы. Сегодня полноценный еженедельник. 24 полосы выходит. Еженедельно доставляется. Есть подписчики. Газету, в общем-то, любят. Газету читают. Читает и власть, понятное дело, и реагирует на нее. Я мог бы приводить примеры, так сказать, ну, рассудили. Очень резко эти вещи. И судили нас. У нас ведь в свое время, когда главный редактор Адам Астапович Погарский, который, ну, с 95-го года возглавляет газету, ведет, когда написал статью про беспредел, судейский беспредел, на него подали в суд. И ему явно грозила, скажем, судимость, а то, может быть, и решение свободы. Мы тогда подключали юристов, вызывали квалифицированных из Москвы. Мы отстояли и так далее. Хотя написал он вещи абсолютно правильные, ничего там предосудительного не было. Абсолютно включая и судебные тяжбы, и штрафы. Все мы через все это прошли. Я думаю, что впереди нас тоже, конечно, ждет нелегкая жизнь. Но нужно понять, что это крупное достижение нашей организации. Повторяю, сейчас газета работает на организации. И я нередко говорю, когда ко мне обращаются, почему у вас это есть, почему это есть. Я говорю, вообще-то все, все начинается. Ну, после того, как сначала идея, люди, газета. Газета, хорошая газета. Не просто там дайджест, перепечатки, а настоящая газета. Вот есть возможность. Александр Алексеевич, ну, вот вы уже, наверное, об этом начали говорить. Как все-таки удалось создать самое мощное региональное издание в стране? Ведь вот на каких бы семинарах, там, учебах, командировках я не была, все наши товарищи из других городов и областей говорят, что у вас самый крутой обком, у вас самая крутая газета. Я знаю, что неоднократно вы делились опытом и доставки, и подписки организаций, но ведь ни у кого не получилось. Почему? Все начинается с членов партии. То есть первая задача, если приняли решение, если мы убеждены в своей правоте, надо убедить товарищей в важности, нужности, необходимости газеты и работы с ней. Я уже говорил, что у нас, когда начиналось, у нас, мы говорим, ну, надо добиваться, чтобы газета доходила до людей. Ну, как она, вон, какая, сказать, ну, скромная, так скажу, подберу слово, помягче, да, ну, что там, интересно, маленькая, по площадям и так далее. Надо было убедить, как она развивалась. Потом необходимо было, сказать, были споры по содержанию газеты, да. Мы считали, что газета должна быть в семье, что она должна быть интересна представителям разных поколений, если даже угодно, людей, ну, не сторонников, скажем, социальной справедливости, кто мечтает, так сказать, может быть, о другом, кого мозги отравили, выбили и так далее, она в доме, что она должна помогать где-то и быть моменты расслабления, досуга, проведения людей. Поэтому сначала я помню протесты, одно из условий, телепрограмма. Люди должны, газета должна быть и утилитарна, то есть иметь значение. Зачем нам, это сами только политические материалы и так далее. Нет, настояли, убедились, что мы правы, это повышает значение газеты. Появились шахматные этюды, люди, есть определенная часть людей, игра мудрецов повели тоже. Зачем это? Убедили, надо, есть, люди пишут, участвуют, конкурсы. И команда наша шахматная Красного Пути очень неплохо выступала в областных соревнованиях. Кроссворды. Тоже. И надо было на каждом шагу, это же не значит просто так. Пришли, решили, это людей надо убедить, людей доказать, попросить потерпеть. Потом убеждались, сегодня это никого не беспокоит, а я-то это помню, все это проходило, извините, и через меня прежде всего, когда приходилось защищать позицию, наши подходы, убедить людей. Но и самое главное, что газета требует самоотверженной работы, особенно на старте, вот этих товарищей по партии. Потому что газеты без областной организации не было. Какая бы она вот не была красочная, интересная и так далее, если бы не было организации, у газеты перспектив, конечно, не было. Поэтому вот эта неразрывная связь, это неизбежный, правильно говорят, орган, допустим, областной партийной организации, я имею в виду как живой организм. Без этого органа она превращается либо в инвалида, либо вообще, так сказать, дает, извините меня, завершает свое функционирование. Но система, о которой я здесь в трех словах вам рассказал, это гораздо более сложные, эшелонированные вещи. Товарищи мы докладывали и приезжают к нам смотреть опытом. Но еще главное было делать в свое время. Вот одно из преимуществ, которые мы получили в глазах товарищей, это вызывает, я так понимаю, определенную, буду надеяться, белую зависть, это то, что мы делали в свое время. Мы очень точно рассчитывали, когда можно делать, какие наши возможности, как расставить людей, как использовать их способности, в каком месте, чтобы у него было удовлетворение и была эффективность работы. Приезжали, посмотрели, о, у вас столько машин, о, у вас типография, о, у вас столько в редакции людей работает и прочее. Но это все было выверено. Когда появились какие-то средства, мы собирали, во что мы вкладывали? Можно вкладывать было в разное. Можно, допустим, было попытаться материально поддерживать там актив. Но, извините меня, если мы кормим солдата, у которого нет ни винтовки, ничего, какой толк от него на войне? Поэтому мы ресурс перебрасывали прежде всего на газету. Вот то, что я вам говорю, это ведь стоит все, что мы делали, десятки и десятки миллионов. Их надо было, так сказать, собрать, аккумулировать, доставить. И газета, мы строили газету, газета строила и организацию. Это был инструмент. Товарищи, вроде все понимают. И у целого ряда организаций на старте были газеты. Но потом, как выясняется, руководил и хозяином был, допустим, оппозиционный журналист. Его со временем покупали, и газета уходила. Или другое, там был спонсор, допустим, находили какого-то спонсора. Он давал деньги и выпускали тиражи, вот у нас соседний регион, не буду называть, выпускал газеты тиражами по 130 тысяч. У меня была тоже белая запись, газета в формате «Правды» на четыре полосы. 130 тысяч бесплатно раздавали, разносили. Пришла пора, несколько лет продержались, все, спонсора не стало в силу тех или иных причин. А наша газета — детища организации. Она живет, она существует. Ну и потом очень важно, очень рационально использовать те достижения, которые есть у организации. Тот же депутатский корпус. Это важнейшие условия для работы газеты. Мы его используем по возможности. А в других получалось так, ну, депутата избрали и прочее, он решил, что будет вкладывать в своих помощников, а газета требует других условий, другой масштаб, другая эффективность. Короче говоря, наверное, проблема разбилась о том, что необходимо изначально было выстраивать работу несколько иначе, а наверстывать всегда сложнее, и люди где-то отступали. И сегодня выходят газеты большим тиражом, но они просто раздаются. Потому что, ну, есть спонсор, деньги дали, они выпустили, там разложили. А если вы посмотрите всю цепочку от журналистов, как, так сказать, зарплата журналистов, подбора журналистов, и до доставки подписки газеты, это очень сложный, достаточно тонкий механизм. И не случайно у нас, по сути дела, почти на каждом заседании бюро, руководящего органом областной партийной организации, оперативной, тема подписки, работают газеты, она стоит. У других товарищей, наверное, не доучились у Владимира Ильича Ленина. Вот. Ну, а мы, я вам как-то тоже в одной из передач, помню, рассказывал, если бы у нас Омский обком не опирался на нашу науку, науку настоящую, науку пролетарскую, у нас бы, конечно, были совсем другие результаты, я имею в виду, в минусе. А мы к новым условиям развили, применили, и, как видите, получается. А сколько вокруг нас там бегало разных изданий, которые нас критиковали и все прочее, они канули в лето, сменились хозяева, они имитируют. Красный путь идет, идет, наращивает. Я думаю, что мы вышли на оптимальные объемы, я веду по газетам, а по тиражам, конечно, нам нужны большие тиражи. Такой газеты просто нет в области, да я вам честно скажу, региональных газет в стране таких нет. А то, что выходит там, она, да, забавная, чтивая, это желтая пресса, она питается, ее оплачивают местные магнаты-олигархи, либо власть из бюджета. Что она может рассказывать, за кого она будет бороться, что вы думаете, она будет ваши интересы отстаивать? Да, вас она будет пытаться, так сказать, убедить в том, что порноха – это неплохо, в том, кто с кем спит. Жизнь у нас замечательная. Да, жизнь либо замечательная, либо критика, когда выясняется, ну, есть в России там еще оппозиционные газеты, но когда выясняется, что за ними стоит, как правило, либо наши олигархи, которые сбежали на запад, или их отпустили на западе, они идут. А мы создали газету, это, правда, предмет гордости. И сегодня, к сожалению, я говорю опять это, и с сожалением, и к сожалению, в партии признают, что мы уникальны. Вот когда проходят у нас партийные мероприятия в Москве, там, съезды, пленумы и так далее, мы привозим, мы много не везем, потому что газеты стоят у нас, есть кому, расхватываются вмиг, там лежат все регионы, представляют газеты. Все привозят. Да, все привозят свою продукцию, мы привозим, но не проходит там, кажется, 10 минут, ничего не остается, товарищи потом ходят, а где ваши газеты? А где ваши газеты? Это спрашивают нас, ну, мы все практически знаем друг друга. Вот это признано. Так что работа трудная, тяжелая, напряженная, в чем-то рискованная. Все это было, и вот такие результаты, такие плоды. Ну, куда двигаться нам есть, развиваться. Александр Сеевич, а почему газета долгожитель такой, 25 лет? Мне кажется, ни одно издание местное столько не протянуло. Сколько было разных и желтых, и проплаченных правительством области, города. 25 лет – это очень внушительная цифра. Да, кстати, если посмотреть там, ну, скажите, в свое время, это цифра внушительная. Ну, первое, что наша газета открыта. Мы заявили открыто свое направление, политическое, идейное направление, ясно. Ни одна газета в регионе, которая есть, была, она это не делала. Одни работали на сенсации, другие там, извините меня, эксплуатировали сексуальные извращения или претензии, фантазии людей. Третьи завуалированно работали против оппозиции, наемников. Вот сейчас тоже начнет проявляться дальше больше и так далее. Но никто. У нас ясная, четкая позиция. У нас добротные, честные материалы, еще и потому, что мы знаем, что если мы что-то передернем, если мы будем писать вещи, не соответствующие действительности, они быстро выпустят на нас законников, правоохранителей и так далее. Даже когда мы в рамках абсолютно закона работали, и то. В-третьих, это организация. Вот у нас мы говорим, кто-то там, когда случилась беда, и народ наши вышибли мозги к 91-му году, с коммунистической идеологией покончена. Вот надо быть полным идиотом или считать людей идиотами, потому что маломальски образованный человек должен понять, что идею вообще убить нельзя, ликвидировать нельзя. Да, можно убить носителя идеи, и то она все время будет возрождаться. Раз. Мы это заявили, поэтому и с идеей у нас в порядке, она бессмертна, в прямом смысле здесь без пафоса говорю. Что касается остального, я уже вам говорил. Создать такую систему, такой механизм может только организация. Организация людей, которые единомышленники, понимают свою роль, свою ответственность, и она опирается, повторяю, не на кошелек государственного бюджета, или муниципального, или федерального, или регионального бюджета, не на кошелек там наших олигархов. Есть местные магнаты, да, у нас немало богатых, которые, кстати, и владеют СМИ и так далее. Она опирается на плечи энергии убеждения, прежде всего, членов нашей организации и сторонников, которые помогают. Ведь фонд газеты у нас приносит деньги люди беспартийные, но они понимают, что газета служит интересам их будущему, их детей, внуков и так далее. И мы на этом настаиваем. Отработали разные системы. А у них что? Ну, украл, выпил, сел. Да, была известная формула. Так же, перебежал, его купили на время там выборных кампаний, создали газету, возродили, но они ее раздают бесплатно. Ну, спрашивают, если тебе дают бесплатно... Ценности не имеет. Раздают тебе газету бесплатно. Бесплатно не бывает, во-первых, да? Значит, где он взял эти деньги? Дорогой мой, он взял деньги, это с тебя. В виде чего там? Цен на продукты, на услуги, на абонентское платье и так далее. Ты за нее заплатил. Это ты думаешь, что бесплатно. Ну, тебе ее раздают. И туда тебя втюхивают всякую, всячину в своих интересах. Ведь, смотрите, у нас там даже в эпоху интернета, когда, так сказать, молодежь отучили читать, а старшие почти разучились читать, все равно газеты остаются. Самые востребованные газеты, допустим, тиражированные, это районки. Районные газеты, их почему не закрывают? А потому что это главное оружие оболванивания местного населения в глубинке. Лишенные средства. Человек больше одной газеты, как правило, не может подписывать и покупать. Даже тут еще читает. Поэтому вот вам и финансируется из бюджета, дотации и выходит. Наши буржуины тоже держат свои газеты. Кто стоит за ореолом, да? Кто стоит за этим, как его, четверг, да? Посмотрите. Вот их так или иначе. Но с красным путем-то они никто. Рядом не стояли ни по системе и все прочее. У кого? У кого из политических наших оппонентов есть вот партии? У нас партий-то много в стране, да? Посмотрите в Омской области. У кого есть нормальная газета? Ну, Омский единороссм – это же не газета, это так, листок, даже многотиражкой-то назвать чересчур, да? Там иногда ЛДПР привозят из Москвы, рассылают там свою газету центральную. Потянуть не могут. Кто имеет свой партийный дом? Ни одна партия, кроме КПРФ. Мы сами. Мы создали, сами мы все построили. И в этом деле газета играла, играет и будет убежден играть важную роль. И очень хотелось бы, чтобы с нарастающим итогом. Александр Васильевич, а какой, по вашему мнению, главный результат работы газеты «Красный путь»? Вы знаете, я думаю, что главный результат работы газеты «Красный путь» он впереди еще главный результат. Главный результат будет тогда, когда мы, поскольку это орган партии, когда мы решим главные программные партийные задачи. А сегодня, так сказать, огромное достижение в том, что на этом этапе газета популярна, газета имеет подписку больше, чем все газеты Омской области, вместе взятые «Красный путь». Газета держится в том числе и на энтузиазме, убежденности наших товарищей. Газета играет важную роль в сплочении организации, ну партии, само собой организации, но и наших сторонников. Газета является мощным оружием, превратилась оружием давления на власть, на те решения, которые являются несправедливыми. Посмотрите, вот в последнее время тема мусорной так называемой реформы в газете идет. Крутятся ребята под этим. Да, у нас появились и новые возможности, в том числе тоже уникальные. Мы как-нибудь с вами поговорим, наверное. Может быть, я буду задавать вам вопросы. У нас появился телеканал, такого тоже ни у кого. В регионах? Нет. Да, сегодня там есть, так сказать, своего рода, используя интернет эти вещи. У нас свой телеканал тоже когда-то казалось немыслимым. Как, впрочем, и газеты. Когда начинали, у нас в организации было два журналиста федерального, сейчас говорят, а тогда союзного уровня, сотрудники, журналисты, ответственные сапкоры, центральный газет, газет ЦК. И мне прямо выражали, когда мы затеяли процесс с созданием «Красного пути», это невозможно. Но они знали, насколько сложная технология. Это люди опытные, которые прошли этапы и работали в районках, и в областных газетах, а потом вышли, это была номенклатура ЦК партии. Люди опытные, журналисты, талантливые и так далее. Не получится. Ну вот видите, получилось. Получилось. Поэтому главный результат газеты, что сегодня для нас это обыденность. Я вот товарищам тоже пытался в юбилейные наши дни это напомнить. Эта обыденность на самом деле это огромное достижение, достижение омских коммунистов. Повторяю, это плод, когда мы доказали, что и по науке, и искусством политической борьбы, и создание оружия борьбы за программу партии, за интересы простых людей, за нашу Родину. Вот газета такую роль играет. Я думаю, а главные всякие результаты будут впереди. Только, я думаю, мы разворачиваемся. Александр Сеевич, ну и последнее. В качестве рекламного хода от Александра Кравца для наших телезрителей. Почему нужно читать газету «Красный путь» и подписываться на нее? Ну, наверное, я должен это сказать. Я должен сказать. Итак, первое, это уже прозвучало. Газета уникальна по своему содержанию. Это единственная, по-настоящему честная, независящая от власти, независящая от кошельков богатеев, издание, которое работает на народ, в интересах народа. Это газета и семейная. Глубоко партийная газета, она является семейной. Ее не стыдно принести в дом и читать маленькому ребенку, который смотрит страницу, детскую страницу, иролаж, и человеку, который образован в тематике, хочет разобраться в политических событиях. Эта газета – трибуна для наших сторонников, наших активистов и так далее. И, пожалуй, я всегда с особым вниманием читаю «Разворот», посвященный, где идут письма, оценки, которые дают люди. Это газета честных людей, это газета для честных людей, это газета патриотов, это газета для патриотов, это газета смелых людей. Потому что был период, когда сам факт увидеть тебя с газетой «Красный путь», ты мог обрести неприятность. Мы прошли этот период. Это газета думающих людей. Если ты не читаешь, ты не думаешь, но ты еще что читаешь? Я знаю, когда у нас периодически будет работать партийное училище, я провожу экскурсию по обкому, подвожу в библиотеку наших ребят, курсантов, и говорю, если вы хотите, я знаю сегодняшние проблемы молодежи, Если вы хотите считать себя людьми знакомыми, хотя бы поверхностно, с лучшими произведениями мировой классики, вот библиотека мировой литературы. Хотя бы две трети книг из этого прочитаете, вы прикоснетесь к сокровищам мировой духовной культуры, литературы, к слове. Да, там масса иностранной литературы, переводной, но это факт. Тот, кто перестает читать, тот перестает думать. Вы должны понять, что сегодня интернет для нас не конкурент. Это особый материал. Вы берете газету в руки, почему ее надо подписывать? Вы берете в руки газету, на самом деле вы берете друга, который о вас беспокоится, который пишет о ваших проблемах, или который предупреждает заранее о том, какие проблемы на вас накатятся. И вы превращаетесь в гражданина. Не в то быдло, которое превратили наш народ фактически. Сегодня там судят чиновников за то, что она кого-то обозвала и так далее. Но это сознательная политика оскотинивания нашего народа. Это глоток чистого воздуха. Это глоток правды, который ни в каких изданиях нет. А если есть, то она препарируется так, что из черного делают белое, из белого делают черного, из красного коричневое. С извращением, хотя вроде сообщают те же факты. У нас этого нет и в помине. Потому что мы на защите и духовности народа, мы на защите и его экономических, социальных прав. Но и с другой стороны мы прекрасно отдаем себе отчет, что мы готовы бороться за каждую позицию. Но люди должны прийти к осознанию, что у России и у народа, я повторяю, Россия это название географическое с огромной историей. Народ тоже общее название, но у человека труда, у человека, который хочет быть и свободным, и достойным, и гордиться своей страной, и своей роднёй, и своей семьёй, и своими детьми и так далее, это может создать в России только одна система, социалистическая. И она была советская, она требовала модернизации, её можно было, так сказать, двигать дальше, и мы бы были сегодня и суперсверхдержавой. Но не об этом речь. Мы были уже сверхдержавой, но мы были бы выше всех, яснее всех, богаче всех. Ну, не дали. Не дали кто? Да сами граждане, которых смогли руководители-предатели страны, которые в партию проникли, в органы государственной власти, оболванить, одурачить, развести. Поэтому газета «Красный путь», она просто должна быть в каждой омской семье. С одной стороны, для тех, кто наши сторонники, понятно, газета очень недорогая на этом фоне. Кстати, это тоже тяжёлая работа, чтобы держать такой ценник. Второе, она должна быть у наших врагов, чтобы они понимали, что происходит. Они должны до конца знать, потому что ослеплённые блеском своего, так сказать, достатка и всё прочее, они... Далеки от народа и от истины. Ну, и повторяю, эта газета, конечно же, заслуга партийной организации, но это и заслуга наших земляков, жителей и Омской глубинки, и областного центра города Омска. Без них тоже этого бы не было. Работала наша партия. Поэтому, друзья мои, повторяю, уникальная газета. Честная, красивая, порядочная. После неё не хочется мыть руки, когда прикоснулся к грязи. Делается чистыми руками, чистыми людьми, с чистыми помыслами. Второй такой газеты нет. Уж в области точно. Поэтому, друзья мои, в ряды подписчиков, читателей «Красного пути» я вас предлагаю. Вот не пожалеете, не пожалеете. Ну, если, конечно, вы считаете себя человеком думающим, ищущим, размышляющим, грамотным, понимающим. Ну, вот так. Спасибо, Александр Алексеевич. Вы смотрели «Акцент» с Александром Кравцом. Увидимся в следующую субботу. Подписаться на газету «Красный путь» можно в любом райкоме. А информация есть и на сайте, и в газете самой, и на нашем телеканале. Так что ждем вас в подписчике. До свидания.